Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Давайте попробуем принять звонок А потом у меня есть что сказать Добрый день, пожалуйста, в эфире Добрый день Только что закончилось голосование И демократы набрали 25 Республиканцев 16 Ну это неудивительно Мы сейчас об этом поговорим Спасибо большое Это их разделение демократов В этом комитете 25 человек А республиканцев 16 Понятно, что по партийной линии проголосовали Сейчас мы об этом поговорим, но прежде Во-первых, я хочу поздравить всех израильтян Вот уже к нам подключились наши постоянные слушатели С Днем независимости Праздник сегодня праздновать Обязательно Праздную, спасибо По-моему, сейчас еще празднуют А с праздником вас, дорогие С Днем независимости По сути дела С Днем рождения государства А еще сегодня Дни рождения У наших замечательных тещ О, да, причем У моей У моей тещи сегодня День рождения С Днем рождения, дорогая вас Чтобы нам были здоровы до 120 Чтобы мы без вас делали И не только у моей тещи Оказывается, у моей тещи Сегодня тоже День рождения Хотите верить, а хотите нет Поэтому, мама, я вас поздравляю Желаю вам только здоровья И радости от ваших детей и внуков А все остальное Это уже такое дело Поэтому, дорогие наши Валентина Ивановна С Днем рождения Вам также здоровья, счастья У вас замечательные дети Замечательные внуки Поэтому, получайте от них удовольствие И будьте здоровы Ну, а теперь вернемся к слушанию К сегодня, Анатолий Я нам удалось послушать отчасти Вот те слушания, которые проходили В юридическом комитете Конгресса Конечно, зрелище Зрелище не удавалось Зрелище жалкое Зрелище жалкое Ну, во-первых, смотреть на Чисто визуально На Недлера На Джонсона На Шейлу Ли На Дойч На Дойч И прочих этих активистов Левых Это зрелище не для слабонервных Ну, и понятно все То есть Причем безапелляционно Хаким Это вообще Конгрессмен по имени Хаким Это его первое имя Хаким А дальше там По-моему, тоже Джонсон Не важно Хаким Значит, все Они безапелляционно Почему И еще один из Вирджинии По-моему, был Штимб Тоже афроамериканец Который просто безапелляционно Заявил Там 199 криминальных эпизодов Луизиана Из Луизианы А, точно Из Луизианы И, кстати, из Луизианы Был республиканец Который произвел на меня Потрясающее впечатление Молодой Харизматичный Его зовут Майк Джонсон Да Я думаю, что у этого человека Большое политическое будущее Он симпатичный Он харизматичный Он спокойный Он со смехом Так сказать Говорил о том, что происходит С улыбкой С иронией Но по пунктам Все разложил Причем он в самом начале сказал Говорит Многие из нас здесь адвокаты И мы понимаем, что происходит И почему нужно было там В общем, понятно Так вот Безапелляционно Сидит и заявляет 199 криминальных эпизодов 30 там с чем-то человек Это он говорил про расследование Про расследование Малера Малера, да Что вроде вот Все уже Откуда что Если это криминальные эпизоды Значит, людям должно быть предъявлено обвинение Хотя бы Хотя бы, как минимум А уж Ну, в общем Значит, предъявлено обвинение Как мы все знаем 39 Людям И трем Как они называют Больших компаний Но Мы же все прекрасно понимаем Мы взрослые люди Обвинение Это еще не Не приговор Не приговор То есть Только потому что Я могу сегодня обвинить Кого угодно В чем угодно Вопрос Будет Дойдет ли это А До суда И во-вторых Будет ли вынесен Обвинительный приговор Или это будет Оправдательный приговор Поэтому Вот эта игра слов Это просто действительно Ну Ну ужин Я сейчас Не могу Могу перепутать Ну цифры точно Но вот Что касается выступления Майка Джонсона Он говорит Вот вам пример Когда Генеральному прокурору Эрику Холдеру Предъявили Так сказать Написали письмо Супина выставили И так далее И до того момента Как ему объявили А его обвинили В неуважении К конгрессу Прошло 458 дней А в данном случае Прошло 48 дней Да То есть куда Почему вы так торопитесь Ну то есть Все так пытаются И он объясняет Мы сейчас вернемся К тому почему Джордан говорит Через две недели Малер возможно Будет давать показания Здесь Почему вы сейчас Выносите на голосование Вопросы Неуважения к суду Генеральному прокурору Когда у вас будет Возможность Задать все ваши вопросы Человеку Который проводил Расследование Который писал Этот доклад Почему Подождите Послушайте Что он скажет Потом будете говорить То то Значит еще раз Повторю статистику 92 процента Информации Не отредактировано Опубликовано Это по первому вопросу По вопросу Калужин Которого не было По первому тому Да Калужин Делужин А что касается Абстракшенов Джастис 98 процентов Информации Предоставлено Опубликовано 2 процента Не опубликовано И вот за эти 2 процента Значит Необходимо Идет борьба Мало того Пяти Ведущим Демократам В конгрессе Была предоставлена Возможность Ознакомиться С материалами На 99 И 9 Десятых Процента Ни один из них Не поднял Задницу И вообще Не привил Ни малейшего интереса А оно их не интересует То есть Если вам какие-то Наши либеральные друзья Будут говорить о том Что Трамп Бары Вообще Республиканцы Пытаются что-то скрыть Коврап Коврап Вот то о чем Талдычит Проститутки На телевидении Значит Вся информация Доступна Пожалуйста Идите смотрите Но они не хотят Смотреть Им это не надо Потому что Одна единственная цель На сегодняшний день Дискредитировать Генерального прокурора Почему И тут Есть ответ Потому что Генеральный прокурор Начинает Расследование В отношении Того Как Началось Расследование И на каком Основании И легально ли Началось Это расследование И легально ли Было получен Ворент На прослушивание На шпионаж За компанией Трампа И тут Цепочка Это потянется На самый верх Потому что Такие мероприятия ФБР А там еще И СИАЭ Замешан Не могут проводиться Без Ведомо Президента Соединенных Штатов Америки Или хотя бы Генерального прокурора Или хотя бы Генерального прокурора Но я думаю Что когда Идет Шпионская кампания В отношении Кандидатов В президенты Это настолько Серьезно Это настолько Беспрецедентно Что без Собственно Собственно Вот это И послужило Поводом Потому что Демократы В панике Потому что Вскроется И Скажем Скандал Водергейт Покажется Такой детской Забавой По сравнению С тем Что происходит Но можете Себе Представить Мало того Что с Позволения Или с Направления Обамы Налоговая Служба Устроила Травлю Консервативных Неправительственных Организаций Натурально Травлю То есть Президент Вообще Удивительно Не коммерческих Не правительственных Да Удивительно Когда Демократы Заявляют О том Что Нашу демократию Атакуют Президент Тиран Президент Узурпатор Президент То А когда Ваш Президент Направляет Всю махину АРС А это Одна из Самых Страшных Организаций В этой Стране Против Оппозиционной Партии Это вам Не страшно Это вас Не пугает Нет Их это Не пугает Потому что Называя Себя Либералами На самом деле Они сторонники Авторитарной Власти Но лишь бы У власти Стоял их Человек Вот и все И любыми Методами Они будут Этого добиваться То есть Вас не пугает То обстоятельство Что Государственная Машина Используется Для того Чтобы Подавить Оппозиционная Мнение То есть Вы так Осуждаете Скажем И справедливо Осуждаете Скажем Путина Который Давит Всю Оппозицию Хотя Оппозиция Там Сегодня Выглядит Как-то Чисто Номинально Не очень Не очень Убедительно Для меня Во всяком Случае Значит Он Тиран Он Такой Секой Да Он Такой Секой А когда Ваш Президент Делает То же Самое Вас Это Не возмущает Нет Не возмущает Мало того Что он Использовал Машину Налогового управления Для того Чтобы подавлять Оппозицию Он еще Использовал Спецслужбы То есть Там Сиа НСА И ФБА Которые По уши Замешаны В этом Заговоре Иначе Как заговор Я это Назвать Не могу Во первых С целью Не допустить Избрание Президентом Кандидата Трампа А во вторых Попытаться Скинуть Его Об этом Свидетельствует Вся переписка Между Питером Страком И Лизой Пэйдж Все Вот тут Прочитайте Как на ладони Так вот Я думаю Что это Вот это Действительно Угроза Демократии Вообще Меня поражает Каждый Член Демократической Партии Выступает Говорит Они атакуют Нашу демократию Мы должны Сохранить Демократию Мы должны Сохранить Нашу страну То ли Они имеют Ввиду Демократию Подразумевает Демократическую Партию Которая Вообще Уже Обанкротилась Да Вы ее Не хотите Сохранить Вы ее Хотите Превратить В чисто Фашистскую Партию Контролировать Все И всех И вся Контролировать Все Аспекты Жизни Американцев Это все Что вы хотите И бесконечную Власть Это все За что Вы боретесь И как Вы собираетесь Сохранять Страну Отправляя Миллиарды Долларов Иранским Этолам Так вы хотите Сохранить Страну Держать Открытыми Границы Чтобы Миллионы Выходцев Из стран Третьего мира В эту страну Приходили И садились На шею Налогоплательщиков Это так Вы хотите Сохранить Эту страну Или разрушить Армию Сократив Расходы На оборону Это так Вы хотите Сохранить Страну Уничтожив Целые Отрасли Энергетические Это так Вы хотите Сохранить Страну Поразительно Кстати По поводу По поводу Того Что нам Опять же Нелегалы Ничего Не стоит Ровно Сегодня Была Выпущена Цифра Которая Говорит Именно о том Что мы Говорили Буквально Недавно С некоторыми Нашими Давай А потом Вернемся Это интересно Добрый день Вы в эфире Алло Я могу Говорить Пожалуйста Сережа Выдал Это Какой-то Новый Шпионал Сейчас Мы Поговорим В общем Каким-то Образом Опять же Нет Репорта Репортер Который Написал Публиковал Этот материал В Нью-Йорк Таймс У него Нет доступа К документам Это он С чьих-то Слов Якобы Человека Который Имеет Доступ К Налоговым Документам Трампа Вот такой Репортаж Опубликовал Это Может быть Очередной Знаешь Анонимус Анонимный Источник Сообщил Я вам скажу Такую вещь Именно по поводу Налоговой Декларации Вот то Чем Сережа Говорил Буквально Пару минут Назад Что когда АРС Была Принципе Принадлежала Обаме И правительству Обамы И они Полностью Выступали Как его Оружие Поверьте мне Там АРС Ничего Не поменялось Там Остались Те же Самые АРС До сих пор Заседает Возглавляет АРС Конечно Те же самые Аппаратчики Те же самые Чиновники Так вот Поверьте мне Если бы Там У Трампа Не дай бог Что-то Было Такое Что могло Действительно Привлечь Внимание Демократов Мы бы Мы бы Мы бы Уже Просто Смотрели На копии Его документов В газетах И на телевидении И подтверждением Там Услужит То обстоятельство Что все Что указано В докладе Малера На самом деле Уже публиковалось Обсуждалось Конечно Все эпизоды О которых он там пишет Перечисляет Это все Перетиралось Перетиралось На CNN На MSNBC New York Times Вашингтон пост Все эти эпизоды Уже перетирались То есть Слив информации Хоть какой-то информации Что хоть как-то Облить грязью Трампа Она сливалась Моментально Конечно Сто процентов Так что Это не секрет Одним словом Это очередная утка Которую Запустил New York Times Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте А у меня такой вопрос Все ей же вообще Не имеют права Рассказывать Это превратило Только в ПДР На этом только Можно зацепиться Еще раз Право расследовать Внутри страны Или САИ Не-не-не САИ тут было Замешано В том смысле Что Они направили Вот это Картер Пей Не Картер Пейдж А Пападаполоса Они же его направили Якобы По ложному следу В Англию Встречаться С Профессором Аупером Но это другое дело Да То есть они там Замешаны Вот этим Рассказывать Ничего Да Но вы правы САИ только Наружная Разведка Да Пожалуйста В эфире Здравствуйте Здравствуйте Я хотел сказать Вот по поводу Так сказать Того кенийского Изурпатора Который был Навязан Из рукава Которого Выкинули Навязали народу Обманом Можно сказать На самом деле И если Это все До сих пор Заметено Под ковер Это еще Как еще Аукнется Потому что Если это не будет Хоть каким-то образом Расследование Я не понимаю Что там Никто не повинится И не будет Это расследовать Доказа Но что-то Надо было бы Сделать Потому что Такие вещи Могут повторяться Конечно Конечно Спасибо Я вам скажу Такую вещь В отношении Ну вот то Что говорят САИ ФБР И так далее Вы понимаете Вся проблема В том Что Вот то О чем Говорили Сегодня На слушаниях И то К чему Они это все Подводили Что вот Малер Не Малер Прошу прощения Бар Отказался Выдать им Вот этот Рапорт Да Малера Не отредактированный Так самое интересное Мы сейчас Возвращаемся К тому О чем мы говорили По поводу Штата Иллиной То есть Смотрите Сегодня в Конгрессе Большинство Да Почему же вы Имея большинство В Конгрессе Не хотите Поменять Закон Который вы же Создали В девяносто девятом Году Абсолютно верно Правильно То есть Но это Это было бы Логично Если бы Члены Юридического Комитета Со стороны Демократов Ставили перед собой Цель Обнародовать И докопаться До истины Тогда они Имели возможность Внести Законопроект Меняющий Тот же закон Который они Сами приняли В девяностые Да Но это в том случае Если бы они хотели Докопаться до истины Абсолютно У них перед ними Не стоит Этой задачи Единственная задача Которая перед ними Стоит Я думаю Что даже Демократы У которых осталось Хоть капля мозгов Согласятся Что единственная задача Другое дело Что они поддерживают Это Ну да Но Так сказать Посмотрев в зеркало И сказать Да действительно Задача стоит Дискредитировать Генерального прокурора Потому что Не дай бог Он нароет Столько Грязи На эту партию Что в двадцатом году Президент Трамп Может победить С колоссальным Преимуществом Да Ну и еще одна вещь Которую я бы очень хотел Чтобы вы Уважаемые радиослушатели Поняли и запомнили Это очень важно Когда вам говорят Либо из Этих Демократических Матюгальников То есть радио Ну и телевидение Или же вы читаете В газетах Или ваши друзья Вам говорят Ну а что Вот смотрите Манофорт сидит Коэн сидит Флын сидит Это же тоже Значит Дорогие друзья Ваш ответ Должен быть Элементарным Сидят за что Их что Осудили В причастии Калужин Кто-то доказал Их Участие В сговоре С Россией Нет Доказали Какие-то Абсолютно Идиотские вещи И у Манофорда И у Коэна Коэна Коэн 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 Три года Вежером избирательной Компании Хилари Клинтон Так вот Задние и те же Преступления Подеста Так сказать Соскочил А Манофорд Получил Колоссальный Поэтому Друзья Пожалуйста Вот Именно Когда вам Вы слышите Что вам пытаются Задать такие вопросы Вы просто спросите За что они сидят И какие обвинения Вернее Какой приговор Им выдали И за что И все И еще одно Это звучит Рефреном Просто Известны Сотни Контактов Между Избирательной Компанией Трамп и русскими Так Секундочку А с каких Это пор Кто-то Из избирательной Компании Трампа Если он Контактировал Со мной Поскольку Я русский Значит Он совершил Преступление То есть Вы понимаешь Это уму Непостижимо Как они Приводят То есть То что они Говорят Я понимаю Их задача Создать Такое Вот Бурлящее Но Вот эта масса Биомасса Которая Все это Впитывает Вот эти Меня беспокоят Вот поэтому Я не хочу Чтобы Наша Радиослушатели Были частью Вот этой Биомассы Поэтому Мы стараемся Все вот это Разложить По полочку Да пожалуйста Сережа Через На следующий день После того Как Мюллер Объявил О своих Решениях Но Калужин И так далее По моему Был в газете Такой заголовок На следующий день После Мюллеровского Отчета Трамп Встречается С русским Живущим Вашингтоне О чем это было О том Что Вашингтон Крепитал В составе Которых Входит Овечкин Посетили Белый дом Но в заголовке Этого не было Заголовок звучал Как будто Трамп получил Такой хороший Репорт И сейчас Он продолжает Встречаться С русскими Ну да Как некогда Некогда Слово Коммунизм Было такое Ругательное Слово В Америке Теперь Демократы Пытаются Слово Русский Превратить В то же самое Бугимен А ты мне скажи Такую вещь Почему Сегодня Вот этот Негодяй Из Луизианы Джансон Марк Джансон Почему Он Из Джорджи Почему Он сегодня Сказал Такую вещь Мы Должны Бороться За То Чтобы Иностранные Государства Не вмешивались В нашу Политику Особенно Россия Особенно Русские Особенно Русские Да Почему А почему Не Китай А потому Что Каждый Второй Ублюдок Который Сидит В Конгрессе Или в Сенате С Китаем Делает Колоссальные Бабки Вот Возьмите Пример Их лидера На сегодняшний день В президентской Гонке Байдена Который Получил Сынок Которого Получил Полтора Миллиарда Долларов Что за Красивые Глаза Да нет Просто Байден Поехал В Китай Якобы Решать Проблему Этого Искусственного Острова Военизированного И он Решил Он Получил Полтора Миллиарда Долларов Но Демократов Это не волнует Самый страшный враг На земле Россия Но почему-то Хиллари С Обамкой Продали Россию 20% Урановых Запасов А следующий Самый страшный Враг Это Иран Которому Мы Продали Полтора 150 Миллиардов Долларов Которому Мы Отправляли Сначала 1,3 Десятых Миллиарда Кешью Просто Палоты С деньгами Отправляли А теперь Мы вынуждены Посылать туда Эсминец Средиземное море Чтобы немножко Попридержать Чтобы их Понимаешь Они уже были Буквально На краю Пропасти В общем Вот такая ситуация Спасибо друзья Еще раз Израиль С днем рождения У вас С днем независимости Мирного неба Над головой